Привет всем! Добро пожаловать на мою самостройку. На самостройке дела обстоят следующим образом. Занимаясь фасадом мастерской, наклеил финишное покрытие и пока нужно выждать несколько дней для того, чтобы клей полностью засох и можно было уже снимать защитную пленку, уделим внимание освещению на участке. Есть такая необходимость, нужно кое-где добавить новые точки освещения, но кое-где нужно сделать рокировочку, поменять местами осветительные приборы. Вот сегодня мы с вами этим и будем заниматься. Ну а прежде чем начать, хочу вас познакомить с компанией Теребро, российским производителем установок для прокола грунта. Компания Теребро занимается производством установок прокола грунта, гидростанций и инструмента к ним с 2019 года. Компания предлагает разные модели установок. От легкой и быстрой Т20У до тяжелой и мощной Т40Р. Вращение буровой колонны происходит либо вручную ключом, либо гидравлическим приводом в зависимости от типа установки. Максимальная длина прокола составляет 150 метров, а максимальное расширение 600 миллиметров. Установки компании Теребро идеальное решение для прокола грунта и прокладки подземных коммуникаций. Покупая установку, вы по сути покупаете бизнес с чистой прибылью 250-300 тысяч рублей в месяц. Если задумываетесь о собственном деле в области строительства, то начните актуальный во все времена бизнес по прокладке подземных коммуникаций без траншейных способов. Компания Теребро проведет вас от обучения до первого заказа. Подробности по ссылке в описании к видео. Первую новую точку освещения поставим вот на этой стороне мастерской. Здесь я уже, как видите, сделал фронтон и закончил с облицовкой. Ну и, собственно, в ближайшее время мы с вами соберем ворота. Механизм уже собрали. В прошлый раз осталось собрать створку, поставить привод и уже можно убирать вот эту вот всю времянку забора, освобождать подъезд и в непогоду уже ставить автомобиль внутрь помещения. Ну и, соответственно, с этой стороны нужно подсветить въезд в гараж. Ну и вообще в этом месте по улице перед своим участком, да, как бы вот это дело нужно как-то подсветить, потому что освещения по улице у нас отсутствует. Над воротами мастерской повесим, ну, вот такой вот необычный вариант светильника, необычного тем, что он на солнечной батарее. Ну, вполне себе такой стандартный светильник. 5 метров провода и вот такого размера солнечная батарея. Этот светильник не новый, я его купил в 2020 году. 4 года он у меня уже работает на стройке, висел в двух местах. И я вам скажу так, что добротный светильник, как оказался. Просто дело в том, что когда я вам покупал, даже вам не говорил об этом, не анонсировал покупку, потому что, ну, как было интересно, светильник на солнечной батарее, но доверия особого не было, потому что покупал я его на известном китайском маркетплейсе в 2020 году. То есть, ну, казалось так, игрушка какая-то, да, на какое-то время. Вот. А во-вторых, ну, тут опять же, да, то есть такая вот небольшая солнечная батарея, как бы казалось, что светильник, ну, достаточно ярко, вряд ли будет светить. Хотя я брал самый мощный. Вот. И в итоге оказалось, что вполне себе неплохо светит. И по прошествии 4 года все работает, все на месте, ничего не рассыпалось. Как бы добротный светильник. Я им очень доволен. Первое время я его ставил в доме. Был он чем очень удобен. То, что к нему не нужно подводить электричество. И в тот момент, когда еще я поднимал, не поднимал стены, а то есть коробка была готова, но электричества внутри еще не было. Я его ставил на подоконник, батарею на улицу, поворачивал светильник внутрь помещения, и он как ночник у меня работал. То есть я тогда еще здесь не ночевал, уезжал, а ночью он включался, светил, ну, как бы, да, вроде бы, как кто-то есть. Очень в этом плане удобно было. То есть я его поставил так же и забыл. Настроил, к нему еще шел публикационное управление. Но сейчас его сложно найти, потому что я им вообще не пользовался. Один раз настроил. С него можно было включить, можно включить, выключить светильник, настроить свечение поярче, потускнее, и также настроить ночной режим. То есть у него есть датчик освещения, как темнеет, включается, с рассветом выключается, да, то есть получается так, что его повесил, электричество подводить не надо, и все, да, то есть днем он набирает, копит электричество, ночью он включается и работает. Очень, я вам скажу, удобно. А когда уже сделал навес на террасы, я, он у меня вот последнее время, сколько, года полтора, как я его сделал, он висел вот под террасой, ночью освещал это пространство и достаточно хорошо освещал. Конечно, есть один минус, это то, что если пасмурная погода, то энергии он не наберет, соответственно, светильник будет гореть плохо или вообще не будет гореть. Происходит это так, если, допустим, один день пасмурный, для него не проблема. То есть заряд на следующей ночь хватает, и все равно он в пасмурную погоду тоже немного набирает. Но если пасмурная погода затягивается 1, 2, 3 дня, то да, то и заряд у него в итоге заканчивается, и он не светит. Но по практике скажу так, то есть в основном это происходит в холодное время года, да, такое может произойти в теплое время года, практически не случается. Ну и в соотношении где-то там 90 на 10 процентов, то есть 90 процентов в году он светит, ну 10 процентов, да, вот, а бывают такие вот моменты. Ну, как бы в целом, в целом светильник постоянно работает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА